Офисы компании Теледва. Но в день открытия всегда есть выгодные предложения. Ими-то и воспользовались Игорь и Елена. Елена у меня пользуется Теледва, я пользуюсь Теледва. Сейчас решили приобрести сыну. Ну подарок еще нам дали, да, держатель. Ну то есть все равно пустячок и приятно. Кроме того, пользуясь вот этой цифровой витриной, клиент может самостоятельно выбрать себе красивый номер, сменить тариф или... В новом офисе можно посмотреть и зону покрытия компании Теледва в Пермском крае. Например, 2G, 3G и 4G. Первый инновационный офис уже работает в полную силу. Но на этом в компании Теледва не останавливаются. И в будущем таких умных офисов станет в Перми еще больше. Светлана Бельская, Вячеслав Мырзин, Вести, Пермь. В Березняках взрывотехники устроили шоу в кавычках. Прошумевшие уже на всю страну, благодаря пользователям социальных сетей. В районе первого рудника взорвали трубы, выведенные из эксплуатации ТЭЦ-10. Несколько десятилетий она снабжала Березняки теплом, как промышленные предприятия, так и жилые дома и объекты соцсферы. Но в 2018-м ее остановили. Геологи сделали вывод, что ТЭЦ угрожает провал на месте старого рудника. Летом объект продали, так сказать, на металлолом. Собственник, чьей имени известно, приступил к демонтажу. И взрывы его рук дело. Завораживающее происшествие омрачено лишь тем, что жителей города о столь шумном сносе почему-то никто не предупредил. Потому многие оказались напуганы. Похоже, что и местная администрация не была в курсе. В мэрии Березняков, кстати, до последнего выступали против остановки ТЭЦ-10, предлагая оставить ее в качестве резервного источника теплоснабжения. Продолжение сериала «Тайны следствия» сразу после нас на телеканале «Россия» на большие вести подошли к концу. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин